С момента страшной аварии на Ковзино прошло три дня. Вместе с семьей погибшего зав. отделением лучевой диагностики онкодиспансера Сергея Никитина скорбит весь город. 13 июня прокуратурой Бобруйска избрана мера пресечения для водителя «Опеля». С учетом материалов уголовного дела, которые были мной изучены, с учетом совершенного вами преступления, мы принимаем решение о применении в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам фигуранта, он помнит, как садился за руль. После, только как его остановили сотрудники ГАИ. Я не помню, что я наезжал на кого-то. Не хочу выдумывать ничего просто. Я не знаю, не помню реально. Момент аварии и что было дальше, стерто из памяти. Вот только кадры с места ДТП говорят об обратном. Не моргнув глазом, 38-летний Бобруйчанин после того, как сбил Сергея Никитина, вышел из машины, осмотрелся, хладнокровно сел обратно за руль и уехал, несмотря на разбитое стекло и призывы очевидцев остановиться. Следственный комитет просит свидетеля аварии или тех, кто его знает, обратиться по номерам, которые вы видите на своих экранах. Жуткое ДТП, напомним, произошло 10 июня около половины 10 вечера на Ковзана. Местному жителю предъявлено обвинение по 4 части 317 статьи. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что он находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. При задержании в выдыхаемом воздухе было более 2 промилле алкоголя. Статья 317, часть 4 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Бесспорно факт, алкоголь очень частая причина многих неприятных последствий. Речь не только о собственном здоровье, но и о безопасности окружающих. Зачастую аварию называют несчастным случаем. Но какая может быть случайность, если нетрезвый водитель осознанно сел за руль? Сотрудники ГАИ Бобруйска на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия и профилактическую работу по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. С начала текущего года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечено 98 водителей. Также от управления отстранены 209 бесправных. В злополучном ДТП погиб онколог-мамолог, любящий муж, заботливый отец. Сергей Никитин безгранично ценил профессию. За 52 года он спас сотни жизней, но его собственную оборвал беспечный, хладнокровный и бесчеловечный поступок пьяного водителя. Кристина Рьянц, Дмитрий Шевцов, Побруйск, 360.